С фильмом Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Забытая мелодия для флейты» происходит нечто подобное гимнозу Милтона Эриксона. Нужную информацию обертывают в двойную или даже тройную оболочку. Именно тогда то, что хотел сказать доктор, доходит до пациента. Этот фильм несет несколько слоев. Сатира на политический строй и чиновничью систему в СССР, мистика и видение главного героя. А в середине сюжета фильма тонкая мелодия любви влиятельного чиновника Леонида Семеновича Филимонова Леонид Алексеевич Филатов и медсестры Лиды Татьяна Догилева. Работая большим начальником главного управления свободного времени, Леонид Семенович фактически является вторым лицом в учреждении, а занимается его управлением следующим. Дает добро на спектакли и выступления творческих коллективов. Принимает решения о выставках художников и гастролях Тамбовского хора по стране, разработкой циркуляров и инструкций в сфере творчества. Руководит главным управлением, которое созвучно аналогичной структуре в советской армии главпуром, главным политическим управлением. Старый чиновник и управленец, ретроград Ярослав Степанович Севолцанаев. Его решения тупы и бессмысленны, как, например, составление списка авторов, чьи книги нельзя сдавать в макулатуру. Все чиновники, служащие в этом управлении, со страхом относятся к переменам в стране, классности и перестройке. А они до жути боятся остаться без работы, потому как ничего другого делать уже не умеют. Все это хорошо отражено в видении Леонида Семеновича, игра на баяне в вагонах электрички или выпрашивание денег с табличкой на груди, подайте бедному чиновнику. Этот первый слой фильма был необходим Рязанову. Во-первых, появилась возможность высказаться в адрес небожителей от культуры в лице Госкино, которое неоднократно резало и перекроило фильмы талантливых режиссеров. А, во-вторых, предчувствие нового времени, когда начиналась пора без цензуры и сотни бездарных постановок наподобие ревизора с кривляющимися и дрыгающимися актерами, в начале фильма могли появиться и, как мы видим сейчас, появились позже. Жутко и откровенно переданы моменты посещения Филимоновым потустороннего мира. В мрачном коридоре полно народа, ожидающего страшного суда. Солдаты с автоматами, видимо, погибшие участники афганской войны. Люди в защитной униформе, наверное, чернобыльцы. Старики и молодые все растеряны, смущены и в ожидании. Леонид встречается с умершими родителями, перед судом дает возможность встретиться с близкими. Так мог изобразить это только человек, сам побывавший в клинической смерти. Мы знаем, что так почти и было. Ильдар Рязанов перенес микроинсульт и оказался на больничной койке во время съемок фильма. Искренне печально и тоскливо звучит мелодия Флейты в фильме. Она связывает все эти слои кинокартины в одно целое. Талант музыканта, окончившего консерваторию и променявшего все это на карьеру, пробивается сквозь личину чиновника. Эта мелодия запрятана глубоко в душу и почти забыта Леонидом. Но она просыпается, когда Леонид влюбляется в Лиду, бедную медсестру в его учреждении. В молодости Леонид сделал свой выбор. Жена ее отец, влиятельный начальник, гарантирующий карьерный рост, перечеркнул его музыкальный талант. Сейчас ему предстоит снова выбор – любовь против карьеры. Сделав этот выбор в пользу карьеры, предав Лиду, Леонид уже не может жить, он умирает. Но его спасает любовь. Воистину чудо и мистика. Замечательный фильм, гениальная работа Рязанова. Фильм оставляет несгладимое впечатление до сих пор.